И снова здравствуйте! Я Александр Ломаев с очередной порцией полезной информации. На оздоровление Волги потратят миллиарды рублей, а если точно два с половиной миллиарда. Загрязнение сточных вод, отводимых в реку, необходимо снизить в три раза. Благо Самарская область в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Поэтому в регионе построят и реконструируют 35 объектов канализационных очистных сооружений на четырех промышленных предприятиях. Кроме того, в регионе ликвидируют объекты экологического вреда. Работы на промышленных предприятиях начнутся уже в этом году. А в следующем запланировано строительство шести новых объектов очистных сооружений в Жигулевске, Сызрани, Октябрьске и Самаре. Проектно-сметная документация, по ним сейчас проходит экспертизу. Из Керчи со всеми остановками в Самару пришел легендарный бронекатер БК-73. Напомню, речной танк является точной копией военного катера времен Великой Отечественной войны. Он был воссоздан тольяттинскими энтузиастами в 2015 году с использованием элементов погибших бронекатеров образца 1938 года. БК-73 участвует в межрегиональном патриотическом проекте «Ветер Победы-2019». На борту полностью воссоздан быт моряков Волгской военной флотилии времен войны. Сами члены экипажа одеты в обмундирование того времени. Также на судне имеется мини-музей из находок затонувших бронекатеров. Патриотический вояж завершится в День памяти и скорби 22 июня. Город в цветах. Этим летом в Самаре сделают свыше 60 топиарных скульптур. В Кировском районе уже появилась такая новая фигура высотой в 2 метра. Скульптура сделана из искусственной травы. Она представляет собой глобус, который стоит на двух книгах. В этом году будут высажены более 35 тысяч квадратных метров цветов. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Также на улицах города появится около тысячи газонов и кашпо с цветами. Всего в самарских парках, скверах на газонах и в кашпо на специальных стойках вдоль дорог высадят более 1 миллиона цветов. Зрелищные баталии на площадке Сумо. Но сражаются роботы, а не человек. В детском оздоровительном лагере «Заря» собрались ученики 16 самарских школ. Юные гении конструкторской мысли показали свои новейшие разработки. Будущие инженеры испытывали своих роботов в воздухе и на земле. Ловко управляя запрограммированными машинами при помощи специальных джойстиков и мобильных устройств. Лучшие из лучших получат дипломы, грамоты и ценные подарки. Будем надеяться, что уже через несколько лет самарские школьники будут покорять мировые конструкторские олимпы и занимать серьезные должности на ведущих промышленных предприятиях страны. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу события на телеканале «Самара ГИС». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok